С этим праздником. И хочу поблагодарить сенаторов и депутатов, всех ваших коллег в регионах Российской Федерации за большую, значимую, результативную работу по созданию прочного законодательного фундамента для эффективного социально-экономического развития нашей страны. Повышение качества жизни людей, укрепление суверенитета и безопасности нашего государства. Многие наши парламентские традиции закладывались еще в начале прошлого века, в период дореволюционных созывов Государственной Думы, работавшей в Таврическом Творце, как известно, с 1906 года. Первый председатель Думы Сергей Андреевич Муромцев высоко оценивал потенциал институтов широкого народного представительства и считал, что их основная задача – укреплять веру людей и дальше кавычки открываются в государственность, как в оплот своих прав и в источник нелицемерных забот о народном благосостоянии. А государство в целом, по его словам, должно быть предметом народного дела. И действительно, многие ваши предшественники, первые российские парламентарии, горячо и искренне отстаивали интересы людей, заботились о народном благе, стремились принести пользу родной стране, считали своим высшим долгом и призванием жить и трудиться ради отчизма. Такие патриотические идеалы важны во все времена, тем более для нас, для России и страны цивилизации, одного из самопытных, суверенных центров огромного многополярного мира. Ценности переданного, преданного служения людям своей родине определяют силу и устойчивость государственной власти. Но подтверждают единство и сплоченность нашего народа, являются ключевой, незыблемой гарантией того, что мы вместе преодолеем любые испытания. Будем последовательно и твердо идти только вперед, намеченным высоким, большим целям. Уважаемые коллеги, в этом году современному российскому парламенту, обеим палатам федерального собрания, исполняются уже 30 лет. Они были избраны в один день с принятием действующей конституции 12 декабря 1993 года. За эти три десятилетия накоплен огромный, бесценный опыт государственного строительства. Сформированы основы законодательства России как демократического, правового, федеративно-социального государства. В открытой, конкурентной и порой весьма жесткой борьбе выросла, окрепла и наша многопартийная система. Ведущие политические силы доказали свою основательность и зрелость. Вместе с тем, парламентский статус, само это право быть представителями миллионам граждан России, нужно, безусловно, подтверждать постоянно, каждый день, упорно, честно, трудом. Главное здесь доверие людей, их мнения, их предложения и их наказа в самом широком смысле этого слова. Важно, чтобы и в ходе выборов, и в вашей повседневной работе безусловными приоритетами были самые насущные, острые вопросы, проблемы, волнующие наших граждан. Первоочередные потребности и задачи развития национальной экономики, укрепления безопасности стран. Сегодня это именно так, и должно быть так всегда. В парламентской повестке прошлого и текущего года важнейшее, центральное место занимали вопросы обеспечения специальной военной операции, поддержки оборонной промышленности, социальной и правовой защиты наших героев, военнослужащих, добровольцев, тех, кто был призван по мобилизации. Законодательные решения принимались оперативно, причем при активном участии и поддержке всех думских фракций, Совета Федерации и региональных парламентов. Хочу вам за это сказать отдельные слова благодарности. Спасибо за такую консолидированную совместную работу. Тем не менее, пока сделано, конечно же, не все. Целый ряд новых мер по поддержке участников спецоперации и их семьи.